ВОЕННАЯ СИСТЕЛА 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 Там они разместились. Сразу возникла проблема, как женщин охранять. Туда поставили георгиевских кавалеров на охрану этих женщин от других солдат. Там же демократия, там определенный беспредел. Их там охраняли, все было нормально. 22 июля 1917 года в Новоспасском и Багушинском лесах на позицию германцев пошли в атаку дивизии 1-го сибирского армейского корпуса. В их числе и женский ударный батальон прапорщика Бочкаревой. Они пошли впереди. Все. Они в составе германского полка 1-го сибирского корпуса в Новоспасском лесу пошли в бой. Есть свидетели, которые видели, как они поднимались в бой, как они шли. Известно урочище, где они воевали. Из рапорта командира 525-го германского полка 132-й дивизии полковника Закржевского о действиях батальона смерти. Отряд Бочкаревой вел себя в бою геройски. Все время в передовой линии, неся службу наравне с солдатами. При атаке немцев по своему почину бросился как один в контратаку. Своей работой команда смерти подавала пример храбрости, мужества и спокойствия. Поднимала дух солдат. Что получилось? Они пошли вперед, их поддержали солдаты, добровольцы, которые шли вместе. Они заняли позицию, но немцы же все, успех достигнут, а закрепления-то нету. Кстати, сибиряки этот лес удержали, а все остальные просто отошли назад. И не просто отошли. По поводу действий пехоты в донесении отмечается. Солдат не привела к сознанию даже одержанная победа. Они отказались убирать трофеи, но многие остались на поле сражения и грабили своих же товарищей. Толпы солдат, нагруженных немецким хламом, уходили в глубокий тыл, где происходила во время боя торговля немецкими вещами. Были случаи, когда женщины останавливали бегущих, прекращали грабеж, отнимали у солдат бутылки со спиртными напитками и тут же разбивали их. В течение дня попытки продолжить наступление из-за разрозненных действий к успеху не привели. К ночи за русскими остался только Новоспасский лес. Немцы с утра стали их обстреливать минами, так называемые бомбометы были минами, и женщины, естественно, этого не ожидали, потому что остатки деревьев, все это разрывается в воздухе, и это страшно. И они стали уходить. Батальон потерял 30 человек убитыми и 70 ранеными. Мария Бочкарева, сама раненая в этом бою в пятый раз, провела полтора месяца в госпитале и была произведена в чин подпоручика. Они действительно храбро воевали. Что бы там про них ни говорили, какое-то задело не дали. Более того, они ведь никуда не делись. Это небольшая команда и осталась на фронте. Она перешла в район реки Белая, за Сморгонью туда, населенный пункт Белая, и во второй линии они там стояли. Отряд сражался в боях у рек Вилли и Оконы, деревень Талусь, Белая и других. Женский батальон не смог кардинально повлиять на боевой дух войск. Развал фронта все равно бы произошел. Однако женщины доказали, что смогут наравне с мужчинами выполнять самые сложные задачи на войне. Через 25 лет опыт таких подразделений вновь был востребован. Около 800 тысяч женщин воевали на фронтах с фашистами. Большинство в госпиталях, частях связи и дорожных войсках. Славу снискал 46-й гвардейский ночной бомбардировочный полк, который гитлеровцы называли ночными ведьмами. Но это уже другой эпизод военной истории. Редактор субтитров А.Семкин